Шиловская Аглая Ильинична молодая, дерзкая, амбициозная и безусловно талантливая. Актриса окончила только первый курс вуза, когда ее пригласили сниматься в кино, это был фильм Станислава Говорухина. В стиле джаз, где юные Аглая доверили играть главную героиню, она справилась со своей работой блестяще, кинокритики называют подобные дебюты триумфальными, и у Аглая он был именно таким. Работа актрисы понравилась не только зрителям, но и серьезным создателям отечественного кино, за свою первую роль актриса в рамках кинофестиваля, московская премьера, была награждена призом Натальи Гундаревой. После первой работы юная кинозвезда стала востребованной, в 2011 году ее приглашают сниматься, в фильмах «Моя безумная семья», «Лекарство для бабушки», в обеих картинах девушка исполняла главные роли. В 2012 году восходящая звезда российского кинематографа сыграла центральную роль в фильме «Няньки». Это мягкий, добрый фильм для семейного просмотра, сюжет комедии очень летний, насыщенный и позитивный, в ней переплелись любовь и дружба, работа и отдых. Комедия очень задорная и романтичная одновременно, в ней как нельзя лучше показан наш русский авось. В фильме о пофиге 2013 года, Шиловская была задействована в главной роли, в рамках международного Ялтинского телекинофорума эта картина, завоевала гран-при. Это очень глубокий, драматичный фильм с огромным смыслом. Ровно через год Аглая, создала достоверный образ журналистки Виктории, в киноленте «Кураж». Этот фильм, представляет собой историю отношений Аллы Пугачевой и Александра Стефановича. В фильме «Чудотворец Аглая» вновь предстанет, перед зрителями в образе журналистки, Анастасии Уваровой. Фильм базируется на феномене экстрасенсов, в которых верили очень многие. Речь идет, о конце 80-х годов прошлого века, когда наконец-то стало говорить о настоящих чудесах. Люди с паранормальными способностями заполонили в то время, экраны телевизоров, они выступали на радио, собирали полные залы восторженных зрителей, готовых аплодировать чуду. Для многих экстрасенсов этот период, стал временем баснословных заработков. За деньги они заряжали предметы позитивной энергией, не боялись соперничать друг с другом на глазах у всей страны. Также в 2014 году актриса сыграла второстепенную роль в детективном сериале «Прощай, любимая», показ которого прошел на телеканале «Израиль плюс». Позднее Аглая Шиловская появилась в эпизодических ролях, в криминальной драме «Чужой среди своих» и комедии «Зайцев-1». В 2016 году актриса предстала в роли медсестры Лили Бушуевой в мелодраматическом сериале «Медсестра», который запустил первый канал. Картина раскрывает ставшую популярной медицинскую тему, но фокусируется не на экстраординарных болезнях, а на буднях и личной жизни медсестер и другого медицинского персонала. В этом же году Аглая сыграла главную роль в киноленте Сергея Соловьева Кеды. Актриса создала яркий образ Амиры. В основе фильма – рассказ нашего современника Андрея Геласимова. «Парадис Фаунд», из которого можно узнать о жизни хип-хоп андеграунда, это произведение Соловьев отыскал в блоге журнала «Сноп». Амира – молодая мама, маленький сынишка, который имеет диагноз аутизм. Эта женщина намерена отдать своего 9-летнего ребенка в детский дом. Фильм не имеет глубины идей, но именно так его задумал Сергей Соловьев. Зимой 2017 года зрители увидели новую картину «Вурдалаки». Шиловская в этом фильме выступала в роли Милены. Сюжет картины основывается на произведении Алексея Толстого «Семья вурдалаков». Время и место действия – период правления Елизаветы, Спасский монастырь в Карпатах. Легенды о вампирах и оборотнях создателей фильма легко переносят на русскую почву. В фильме играли звездные актеры – Роман Мадянов, Михаил Пореченков, Константин Крюков, Игорь Хрепунов. Актриса, с юных лет привыкшая к главным ролям, не отказывается и от второстепенных. В фильме «Гардемарины 1787», второе название которого «Гардемарины 4», Шиловская тоже принимает участие. Время действия картины – перед самым началом русско-турецкой войны. Екатерина II получает послание, где ей сообщают о нарушениях на южных границах Российской империи. Сейчас Аглая работает над ролями главных героинь, в двух картинах – «Два берега» и «Роковая женщина», и в мелодраме «СССР» все ленты пока находятся в производстве. В драматическом сериале «Два берега», история о вражде двух больших семей, дети которых полюбили друг друга, приняли участие также Евгений Пронин, Мария Голубкина и другие. Это 16-серийная сага, где под конец сериала Аглая 65 лет, она пьющая женщина, умирающая от рака. Поучаствовала Шиловская в мелодраме СССР, где главные мужские роли сыграли Илья Малаков, Филипп Бледный, Алексей Веселкин, младший, и Самвелта Дивасян. Не забывайте подписываться на канал Аллея Звезд, чтобы быть в курсе самых интересных событий из жизни артистов.